Федерализировать Украину сейчас, так все равно, что делать мертвому припарки. По-хорошему, нужно было этим заниматься в августе 91-го года. Но тогдашние руководители Украины прекрасно знали, что республика есть не что иное, как сшито из различных лоскутков одеяла. Возможно, они тогда посчитали, что у проекта унитарной Украины может быть будущее. Конечно, эти люди вожделели максимальной власти над всеми, без исключения регионами республики, и предоставлять кому-то какие-либо привилегии не входило в их планы. Пассионарные крымчане свою автономию тогда буквально выгрызли зубами, а остальные об особых правах не помышляли. Не до того было, стоял вопрос об элементарном выживании. Позже противоречия между различными регионами, между той же Западной Украиной и Юго-Востоком, обнажились в полной мере. Вот тогда-то и вспомнили о федерализации, но сделали это с опозданием полтора десятка лет. Нынешняя ситуация на Украине такова, что элиты различных регионов, они скорее согласятся на продолжение проекта Украина, нежели сядут за стол переговоров, чтобы решить государством, какого типа может быть Украина в обозримом будущем. Кроме того, не будем забывать, что нынешняя ситуация, она на руку как Галиции, так и Донбассу. Галицийские элиты продолжают получать помощь в деле демократизации Украины, а олигархи Донбасса защищены тем самым от российской экспансии на данных территориях. То есть, по сути, западноукраинская националистка Фарион заинтересована в существовании донецкого олигарха Ахметова не меньше, чем он заинтересован в ее существовании. Именно поэтому я считаю федерализацию нынешней Украины невозможной. А вот что с ней будет в ближайшем будущем, это вопрос достаточно дискуссионный.